С нами в качестве преподавателя Игорь Левковский. Доброе утро! Доброе утро! И сегодня мы встретим утро вместе с йогой. Игорь, давайте мы вот так тоже сядем, как и вы. Хотелось спросить, как йоги встречают утро? Непосредственно с физических упражнений, с точки зрения физических упражнений. Утро йоги встречают обычно с комплекса Сурина Маскар, что переводится «Приветствие солнцу». Ага, и прямо сейчас, я как понимаю, мы его сможем выполнить? Да, встретить. Поприветствовать. Мы солнце любим, честно говоря, и готовы приветствовать его в любой форме, в том числе и вот в такой. Давайте начинать, тогда приступать. Хотелось сразу сказать, все ли могут выполнять эти упражнения, нет никаких ограничений? Нет, в йоге нет ограничений по здоровью, не в любом возрасте. То есть йогой можно заниматься в любом возрасте. Ограничения лишь бывает, ограничения некоторых асан, которые связаны с позвоночником. Ну и как вы нам сказали, вот за кадром необходимо выполнять упражнения по мере своих возможностей. Да, насколько позволяет наше тело. Все, давайте. Ну это здорово, в плане того, что даже такая старая карусель, как я, сможет подключиться к этому комплексу. И так, Игорь, все, мы начнем. Начнем. Мы садимся удобно на ягодицы, закрываем глаза, вытягиваемся за макушкой вверх, делаем мягкий вдох, мягкий выдох. С каждым вдохом, выдохом мы отпускаем наши мысли, заботы сегодняшнего утра, и мы мысленно настраиваемся на практику. То есть я бы на этом уже закончил, у меня прям уже хорошо. Я все отпустил, все чудесно. Я бы так все утром провела. И сочетаем вдохом, мы открываем глаза, приподнимаемся в стойку, подходим на край коврика, ставим ножки вместе, раскрываем пальчики ног. Вытягиваемся опять за макушкой вверх, раскрываем плечи. И сочетаем вдохом, руки через стороны вверх, ладошками вверх, вытягиваемся за руками вверх, потянулись, со вдохом легкий прогиб назад. С выдохом уходим в наклон вниз. Медленно, спокойно вытягиваем спинку, потянулись. Со вдохом отпускаем, согреваем ножки в коленки, руки по сторонам, и отводим правую ножку назад. Вытянулись. Таз опустили чуть глубже. Вдох, отводим левую ножку назад, планка. В планочку встали, да. Сильные руки у нас. Со вдохом опускаемся на коленки, опускаем грудь на пол, копчик смотрит вверх, руки прижаты. Грудь, оборудок на полу. Так, операторы, давайте обойдемся без крупных планов. И с вдохом вытекаем в колбу. За макушечкой вверх, ручки прижаты к корпусу, плечи раскрываем, опускаем их вниз. И с отдохом выходим в позу стола на четвереньки, пальчики ног на пол, и отталкиваясь руками, уходим собаку головой вниз. Пяточки стремятся к полу, прогиб в грудном отделе, голова смотрит вниз, шея расслаблена. И с отдохом мы делаем шаг левой ногой вперед. Прижали, ребра прижали к бедрам. И с отдохом подтягиваем правую ножку к левой. Еще раз вытянулись вниз. И с отдохом поднимаемся, ручки через стороны вверх. Потянулись за руками, легкий прогиб. И с выдохом опускаем руки перед грудью. Мягкий вдох, мягкий выдох. Мы восстанавливаем дыхание. И еще один круг. Вдох за руками вверх. Прогиб. Выдох, наклон вниз. Ручки по сторонам. Со вдохом отводим левую ножку назад. Приподнимаем корпус тела вверх. Опираясь либо ручками на коленки, либо разводим в стороны. За руками вверх. Поза воина. Мы прям воинственную выглядим вот так вот все втроем. Со вдохом опускаем ручки на пол по сторонам. И отводим правую ножку назад планка. Вдох. Опускаемся в 8 точек. Коленки, грудь, руки прижаты к корпусу, подбородок на полу. Знаете, я бы на этом уже закончил. Но не потому, что мы устали. Просто время новостей наступает в нашей программе. И может быть не очень корректно. Но я как-то так уже логически прерываю цепь наших упражнений. Яна Басовская к нам присоединяется. Я хотела, Игорь, у вас спросить, пока Яна к нам идет. Вот сколько необходимо делать подобные физические упражнения, чтобы быть в форме, наверное, чтобы как-то держать себя в тонусе? Ну, хотя бы уделять, если делать этот комплекс, хотя бы делать его 7 кругов минимально. 7 кругов минимально? Да, вот, да, круг получается, круг, да. И сколько раз в неделю, или каждый день, или утро, или вечер? Ну, желательно йогой заниматься ежедневно. Ежедневно, да. Что это дает в первую очередь? Потому что про йогу мы много знаем. Да, много... Йога переводится это единение, то есть единение ума и тела. То есть он объединяет, дает нам спокойствие, равновесие. То есть быстренько... Четыре концепции существуют при занятиях. Это асаны, пранаямы, концентрация и медитация. Асаны – это физическое здоровье тела. Дыхание – это эмоциональное состояние. Концентрация – это умение концентрироваться на теле, на дыхании. И медитация – это погружение и познание самого себя. Игорь, большое спасибо.